Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Каждая вдове по шубе. Два десятка женщин, которые потеряли своих кормильцев на войне против Украины, в качестве компенсации получили подарки. Взамен организаторы действа просили выразить благодарность на камеру. Женщины возражать не стали. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам. И Ольге. Спасибо. Спасибо большое. О том, что будут раздавать шубы, женщинам сообщали на работе. Им пообещали дорогие подарки из Москвы за то, что они будут говорить на видео. Об этом одна из вдов сообщила феминистскому антивоенному сопротивлению. Женщина рассказала, что это частая практика и что часто вдовы на фото и видео оказываются ненастоящими. Такое часто бывает. Что-то привозят из Москвы и снимают. Мы всегда благодарны. Участница съёмок в беседе с представителями феминистского антивоенного сопротивления. Но уже спустя несколько дней в соцсетях появился пост одной из участниц съёмки. По её словам, как только выключили камеры, псевдоблаготворители потребовали вернуть шубы. Якобы для замены на более качественные, а потом и вовсе заявили об ошибке. «Некоторые женщины успели уйти, не знаю их дальнейшей судьбы. Но у меня и ещё троих женщин эти шубы забрали. Обещали потом дать другие, типа эти некачественные, и они заменят их на другие, более высокого качества. Ну вот в чём дело. На наши звонки они не отвечали целый день, а потом всё же сказали, что вышла ошибка. Шубы ошибочно нам выдали, они предназначались для других женщин. Такая вот история». Участница съёмок в Телеграм. С 1 сентября в российских школах может появиться новый учебник истории с разделом о так называемой специальной военной операции. Так, в школьную программу продолжают внедрять уроки пропаганды, привлекают к ней и детей с инвалидностью. «Своих не бросаем. Мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна». Слабослышащих подростков из Тула сняли видеоролики в поддержку российской армии. Их участие в пропаганде объяснили искренним желанием самих учеников интерната выразить слова поддержки и благодарности участникам так называемой СВО. Всё это происходит на фоне сокращения объёма в помощи детям с инвалидностью региональными властями. Детям с инвалидностью и нарушением социальной адаптации в Свердловской области отныне можно не надеяться на качественную регулярную помощь со стороны государства. Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми. Александрина Хаитова, президент фонда «Я особенный» в интервью изданию «Коммерсант». Вместо выплат олени и камбала. В северных районах России родственникам мобилизованных выдают вместо денег гуманитарку. В Якутии семья мобилизованных раздали туши оленей. В Туве – баранов и овец на Сахалине по 5 килограмм рыбы на семью. Хотя обещали под 300 тысяч рублей. Всё это говорит о цинизме российской пропаганды. Если происходят катастрофы внутри самой России, то не всегда российские власти интересуют. То есть это такая, опять же, двурушническая позиция, когда для пиара они могут сделать что-то хорошее иногда. Но при этом про своих граждан они совершенно забывают. Кремлёвские пропагандисты делают всё возможное, чтобы манипулировать сознанием людей и поддерживать в них уверенность в правильности действий руководства страны. Приучают россиян к тому, что они должны терпеть. И ежедневно призывают бороться и готовить к войне даже детей. Без объяснения, зачем и почему нужны такие жертвы. Наталья Гусак, Владимир Штунгелов, для телеканала Freedom.